Здравствуйте, уважаемые зрители! После вчерашних моих роликов, где я затронул тему заявления Ильхама Алиева, что мы возвратимся в Зангизур и почему бы нам не вернуться в Ереван, заявил Ильхам Алиев. Теперь в армянских СМИ началась паника после этих заявлений. Вот они пишут, это армянские СМИ. «Анна Копян приглашала турок в Шуша, Никол ждет их в Ереване, а Ильхам угрожает вернуться в Ереван». Ну и дальше. Там была встреча Пашиняна с родителями военнослужащих-срочников, и одна женщина задала ему вопрос Пашиняну. «Вы уверены, что завтра турки не будут в Ереване? Почему он повернулся и убежал?» Вот, видите, Пашиняна с Анной Копян. И после этого как раз Ильхам Алиев сделал заявление, что Зангизур – это историческая земля Азербайджана, что азербайджанцы жили и в Ереване, в том числе и его предки, и что мы возвращаемся к Зангизурскому коридору, в общем, используем, как сказать, его сделаем там транзит в Нахичевань. И, в общем, тут паника полнейшая началась. Тут большая статья, не хочу зачитывать, в общем, сразу вам перейду к теме. Вот, после того, как Кам Алиев заявил, что Зангизур – это азербайджанская земля, Никол Пашинян сделал срочное заявление. Пашинян сообщил о переговорах с Россией по созданию базы в Зангизуре. Так, сейчас карту покажу. Вот, вот здесь практически они хотят базу сделать российскую. Так, поехали дальше. Что тут Пашинян заявил? Премьер-министр армении Никол Пашинян заявил, в общем, что он назвал Союз России основой безопасности в регионе и рассказал о возможности расширения военных баз на этой территории. По его словам, сейчас Москва и Ереван обсуждают увеличение стратегических возможностей 102-й российской военной базы в Гюмри. Также идут переговоры о создании плацдарма 102-й военной базы в Сюникской области, но и в Зангизуре, сказал Пашинян. Он назвал переговоры на эту тему эффективными и подчеркнул, что российские пограничники уже несут пограничную службу в Зангизуре, в общем. По словам Пашиняна, уже в Зангизуре несут службу российские пограничники. Поехали дальше. Президент, развел президент, в общем, отметил Пашинян, что для страны армяно-российская обменная группировка войск и единая система противовозвучной обороны имеет практическое значение. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию, добавил политик. В общем, Пашинян решил прикрыться российскими войсками, перебросить вторую базу сюда и, если что, пускай нападают на Россию. Ну и вот теперь еще он сделал сенсационное заявление, что Тер Петросян предлагал мне сдать Карабах еще в 2018 году. Сенсационное заявление Пашиняна. Сейчас зачитаем. Так, премьер-министр Пашинян сообщил в среду на седании парламента, что экс-президент Ливон Тер Петросян предлагал ему вернуть Азербайджану часть земли в Карабахе летом 2018 года. Я раскрою секрет, что сказал мне первый президент Тер Петросян во время нашей встречи в июле 2018 года. Цитирую. Земли уже должны сдать. В обмен на что, почему, как. Представление первого президента в том случае сформированное в тот день не выходило за эти рамки. Все остальное вопрос оценки. В общем, еще раньше они хотели сдать. Сейчас вот вторая часть. Ну, что-то у них там не пошло не так. Тер Петросян ранее заявил, что в интересах государства немедленная отставка Пашиняна, он сейчас заявил, с правовыми гарантиями его неприкосновенности и, возможно, временной миграции. По мнению экс-президента, действующий премьер руководствуется не заботой об укреплении государства, а не скрываемой одержимостью сохранения власти любой ценой. В общем, за то, что Тер Петросян выстрелил против Пашиняна, Пашиняна решил сдать Тер Петросяна. Сказал, что он в 2018 году хотел сдать Карабах. Ну и сдали бы, и войны бы не было, и люди остались живы. И все были довольны сейчас. Ну и вот сейчас продолжение, вот «Коммерсант», такая газета, сделала заявление, что Россия передала Армении дивизион этих «Искандер-М» с ракетами 9М723 в 2016 году. Вот эти ракеты были, ну, еще когда не выстрелены в идеальном состоянии, в 2016 году Армения получила. Ну вот, Армения получила, да, «Искандеры» в 2016 году. Как рассказал источник, в 2016 году Армения получила дивизион этих ракет. «Де Юра» — это нарушает договор о распространении ракетных технологий, поскольку дальность поражения целью этих ракет превышает 300 километров, признает собеседник. В Москве на такой шаг пошли вынуждены. Вот РК были, «Искандеры» были нужны срочно Армении для поддержания военного паритета с Азербайджаном, обладающего куда большим арсеналом наступательного оружия. А, они продали Армении в 2016 году, что, как узнали, что Азербайджан готовится и вооружается, и решили срочно им продать эти ракеты. Так, и что пишут? Да, на создание же экспортного модификации «Искандеры», не попадающего под ограничения, требовалось время, которого в случае решения Бако атаковать армянские позиции на Горном Карабахе не было. Не было времени. В общем, они думали, сейчас Азербайджан пойдет в атаку, а ракет нету, и все. И надо срочно продать им не «Искандеры-Э», а «Искандеры-М», который радиус 500 километров. Шаги новых армянских властей не всегда вызывают поднимание российских чиновников. А разрывать оружейное сотрудничество никто не собирается, утверждает российский военный источник. А как только, типа, Россия уйдет с рынка армянского, то придут другие, начнут армянам продавать другие страны. И последствия, как сказать, будут плохие для Москвы. В общем, в Москве, если есть шанс, то не продают все, что надо, не надо, лишь бы только деньги заработать. Ну и вот Альхам Азербайджан правильно заявил, откуда в Армении появились эти ракеты. У этих ракет не должно было быть. И мы хотим ответа на вопрос, как смертельное оружие попало в руки армян. Но пока Москва не дает ответ на этот вопрос. И вот парк, вы видели этих самых, вчера я показал, там тоже эти обломки. Так что сходите, посмотрите, как они выглядят. Ну и Пашинян вот еще, как всегда, смешит всех, настроение поднимает. Назвал Путина президентом Франции. Так, где тут было заседание у них, какой-то фракции. И он совсем потерялся, выступая сегодня в парламенте и рассказывая про следствия войны, которую Армению с треском проиграла. Он так разволновался, что забыл, какой главой является Владимир Путин. Сейчас я вам немного поставлю. В общем, Пашинян говорит, что Путин – это президент Франции. Человек разнервничал, конечно, на нервах переживает. Ну, бог с ним. Ну и вот сейчас в Азербайджане начался праздник, это месяц Рамазан. Так, вот. С сегодняшнего дня в Азербайджане начался месяц Рамазан. Как сообщает управление мусульман Кавказа, в этот году первый день месяца Рамазан приходится на 14 апреля. По григорианскому летоисчислению ночь предопределение с 13 на 14 апреля. Ну, в общем, вот, ребята, такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!